Какие документы нужно проверить при покупке комнаты? Алгоритм проверки объектов недвижимости един по всей России. Вы должны проверить подтверждение права собственности у данного владельца, получив соответствующую актуальную выписку из ЕГРН. В ней должно быть указано, что правообладатель является владельцем объекта и нет зарегистрированных в Росреестре арестов, запретов и иных ограничений. Помимо этого, необходимо проверить право пользования, запросить выписку из домовой книги и посмотреть актуальное число лиц, зарегистрированных в комнате. Также важно запросить выписки из ЕГРН на собственников всех соседних комнат и получить их отказы, либо проверить надлежащее уведомление в соответствующей форме. Следующий шаг. Необходимо понять, кто является собственником объектов недвижимости, находился ли он в группе риска, является ли несовершеннолетним ребенком или недееспособным человеком, состоит ли на учете в психонерологическом или наркологическом диспансере. Планируя покупку комнаты в коммунальной квартире, нужно знать, что соседи по квартире обладают приоритетным правом покупки соседской комнаты. Это означает, что продавец перед началом поиска стороннего покупателя должен предложить соседям купить его комнату. Если в течение месяца никто из собственников других комнат не купит комнату, то ее можно продать любому лицу, но на тех же условиях, которые были предложены соседям. Очень важно согласовать все существенные условия самой сделки. Ведь фактически и юридически вы станете собственником не в момент подписания договора, а в момент регистрации перехода права собственности по договору купли-продажи. Следовательно, необходимо проговорить порядок взаиморасчетов. Будет ли это наличная форма расчетов через банковскую ячейку или аккредитив? С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корцакин. Пока!